Друзья, всем привет! Меня зовут Игорь Нестеренко. Я графический дизайнер с опытом работы 100 лет. В этом видео хочу показать, как я работаю над одним из очередных меню для заведений. Но в данном случае это не заведение, а фудкорт. У нас в Сургуте есть торговый центр Aura. На фудкорте запускается новый проект, который называется Megadonner. Это будет турецкая кухня. И моя задача сделать меню для экранов. Что-то типа такого. Вот видите, экранчики вверху. То есть их будет 8 штук. И мне необходимо разместить все позиции с фотографиями, сценами, с описаниями на этих 8 экранах. Сложность заключается в том, что, во-первых, сжатые достаточно сроки. То есть всего буквально нужно пару дней дается на эту работу. И в том, что мне нужно перелопатить вот такое вот письмо, в котором мне управляющий этого проекта выслал фотографии с позициями. Ну, правда, да, он мне-то расписал, какое блюдо на какой экран идет. Ну, короче, каждый дизайнер, я думаю, меня поймет, кто делал меню. Что, если так упростить, то нам нужно собрать просто один большой пазл. То есть нам все разрознено дали, а мы должны этот пазл собрать. Итак, с чего я начинаю? Я создаю в любом графическом редакторе, кому где удобно, я делаю это в Corel. Сразу 8 таких вот экранов, делаю их форматом соотношения сторон 16 к 9. Но по факту они у меня получаются 300 миллиметров по ширине. Ну, то есть я потом буду просто делать обычные JPEG, RGB-шные. То есть этого размера вполне хватит, чтобы потом на экранах все смотрелось четко. Вот, и из этого письма, ну, все просто раскидываю по экранам. То есть сейчас пока я вообще не заморачиваюсь там ни со шрифтами, ни с чем. Просто я делаю, ну, то есть название над экранами, да, какие это будут разделы. И здесь внизу, получается, фотографии с названиями блюд. Ну, как здесь я немножко лишнего сказал, описаний не будет. То есть будет просто название и, как бы, выход в граммах и в ценах. Ну, или где-то просто позиция написана. Одна там, одна позиция, одна штука. Вот вторые блюда, первые блюда, напитки, выпечка. Ну, и тут будут донеры с говядиной и донеры с курицей. Заказчик мне предоставил такой логотип. Его делал не я. То есть будет с чем работать. То есть логотип, у меня нет задачи сделать логотип. Только меню. Вот, и сейчас я сделал первый этап. То есть я засекаю время, сколько у меня этот проект займет по времени. Ну, по часам. То есть вся вот эта работа, работа вот именно с этим письмом, да, вот, ну, чтобы я это все переделал, вот уже программа, заняла у меня, ну, порядка, где-то сейчас 45 минут. Следующий этап. Сейчас будет у меня поиск каких-то референсов по стилистике. То есть я пойду на Behance и посмотрю какие-то различные меню, ну, про турецкую кухню, про турецкую тематику. Ну, зайду на какие-нибудь стоки, на Shutterstock, на FreePick, посмотрю какие-то элементы. То есть сейчас задача сделать меню максимально быстро, максимально просто, но чтобы это было аккуратно, симпатично и с какой-то тематикой, которая относится к турецкой кухне и вообще к Турции. Итак, прошло еще два часа, показываю, что сделал. То есть я, получается, сделал такие рамки под фотографии с таким вот кантиком, ну, типа под золото. Потом в такой плашке будет стоять название блюда. Ну, плашку, не знаю, посмотрю, может, по форме потом по-другому еще сделаю. И сделал ценник с, ну, два разных ценника, как бы по весу получается, стандарт и мега большой, в такие кругляшочки. Вот, и, в принципе, черный фон и чуть-чуть такой бросил паттерн турецкий, вот с этими, будто вот называются вот эти штуки, орнаменты. Такой, ну, полупрозрачный как бы фон, то есть чтобы чуть-чуть, ну, чтобы не просто тупо черным был. Ну, вот, коровка здесь будет, донор с говядиной, донор с курицей здесь все то же самое, только фотки надо будет еще поменять. Здесь будет курочка такая. Вот, внизу добавки прописаны, на каждом экране будет логотип, ну, пока в левый верхний угол поставил, посмотрим. Ну, скорее всего, там и будет стоять. Вот, и салаты сделал. Почему два часа прошло, казалось бы, что тут делать? Потому что искал очень долго фотки. То есть, как правило, дизайнеры меня поймут, если заказчик высылает сам фотографии, то, как правило, ну, это не очень хорошее качество. Вот, и приходилось практически все, как бы, позиции искать заново. Вот, еще сейчас меня впереди ждет очень много позиций на вторые блюда. Ну, вот, первые тут пять, тут вторые, ну, по девять тут. Короче, вот придется тут, скорее всего, тоже все заново искать. Потому что, ну, что-то есть вообще, как бы, супер в плохом качестве. Сейчас я отправил две картинки, вот, донор с говядиной и салаты управляющему, чтобы он показал собственнику уже непосредственно стилистику, вот, как бы, концепцию, да, ну, графического исполнения. Вот, если все будет устраивать, то я уже в этом ключе буду прорабатывать остальные экраны. Ну, что, ребята, прошло еще пару дней. Я доделал, в принципе, меню, все согласовал, даже получил оплату. Показываю, что получилось. То есть, я, в принципе, не отходил от той стилистики, которая была согласована. Там, единственное, были небольшие правки по поводу того, что мы убрали коровки, вот эти вот, коровку и курочку. Короче, как бы заказчику она не понравилась. Вот, еще пробовали мы вместо черного сделать такой темно-синий фон, такой синий-бирюзовый, потому что у них там присутствует в интерьере этот цвет на стенах. Вот, ну, тоже как-то что-то не зашло, даже я этот вариант не стал тут снимать и сохранять. Вот, короче, решили оставить все-таки черный цвет, вот, с таким бледным паттерном турецкого орнамента. Вот, все остальное, в принципе, понравилось, каких-то особых там больше замечаний не было. Шрифты, как выглядят фотографии в этих рамках, цены там, ну, и так далее. То есть, все нормально. Сейчас я вот так вот быстренько пробегусь, что получилось. Донор с говядиной, донор с курицей. Салаты. Первое блюдо. Горячие блюда. Вот здесь очень много позиций, стало больше их, чем изначально. То есть, вот, как бы в начале их было там всего 9, потом, ну, сейчас, как видите, их там 8, 9, 10, 11 штук. То есть, пришлось, как бы, двигать. То есть, изначально там было, как бы, сверстано, что 9 штук стоит. Вот, как бы, единственная, наверное, сложность была вот с горячими блюдами. Потому что сразу сюда там, по-моему, 3 штуки прибавилось. И сюда 4. Вот, короче, пришлось тут, как бы, переделывать. Напитки. Ну, и выпечка. Ну, здесь тоже что-то добавлялось, что-то добавлялось. Короче, основная часть работы была вот уже именно не про саму концепцию, а про саму стилистику. То есть, она была, в принципе, найдена там в первые 2 часа. А вот именно добавлялись блюда, менялись названия, поиск картинок. Короче, такая больше техническая работа. На все, про все у меня ушло 8 часов. Но плюс там, может быть, где-то еще там минут 30. Вот на вот эти вот уже такие добавочные правки. Если, как бы, говорить в календарном отношении, да, сколько дней ушло. Получается, воскресенье начало. Воскресенье. Понедельник. Ну, вот, немножко вторник, но, то есть, это вторник был вчера. Как бы, чуть-чуть совершенно там, пару раз я заглядывал, буквально там, сделать какие-то правки, сразу отправить. Вот, сегодня вот, как бы, среда. Ну, уже вот меня никто не беспокоит. Я все отправил. То есть, вроде как, все, правок больше не будет. Чуть-чуть сдвинулось у них открытие. Должно было вот уже еще вчера. Вчера должны были открыться. Но откроются только завтра. То есть, в среду. Короче, на 2 дня съехало. Ну, как это обычно бывает. Так, что я еще сделал? Немножко меня коробил логотип. Ну, который, еще раз повторю, сделал не я. Вот. Сейчас я покажу немножко, какие тут модернизации с ним проделал. У меня очень, как бы, если что-то я вижу в логотипе, который мне выслал заказчик, что я могу быстро поправить. Я, как бы, правлю, потому что, ну, даже такая мелочь, она может, как бы, влиять на общее восприятие макета. Так, сейчас покажу. Так, ну, вот видите, это вариант, который мне выслал заказчик. То есть, в этих вот, в этой лигатуре, да, в этой МД. Вообще, как бы, тут все очень плохо. То есть, как вручную, что ли, ее человек рисовал. Непонятно. Ну, что это такое? Какая-то жесть вообще. Ну, видите, да? То есть, немножко я эти, конечно, тут буковки подровнял. Все поровнее стало. Ну, мне это, мне это несложно, как бы. Ну, да, кстати, здесь еще вижу, вот, чуть-чуть, вот, можно направляющую вертикально поставить, проверить. Ну, да, чуть-чуть я тут не доработал. Но все равно стало, как бы, гораздо лучше, вот, чем было. Потому что, ну, была вообще какая-то жесть. То есть, ну, по идее, как-то, наверное, вот так должно быть. Тут можно узел еще убрать. Вот. Ну, конечно, еще можно там попилить. Ну, как бы, уж ладно. То есть, хотя бы, так визуально оно все равно получше стало. Вот, и этот логотип я уже ставил в левый верхний угол. Так, сейчас еще раз покажу, ну, на джипегах. То есть, я просто делал джипеги в цветовой палитре RGB, потому что это будет только на экранах. Печататься это, скорее всего, не будет. Но если даже и будет, то потом все равно это придется, скорее всего, делать какой-то ресайс на другой формат. Потому что на какие-то листовки или какое-то меню у них там будет лежать дополнительно. Ну, пока вот, как бы, только экраны. Поэтому это RGB, цветовая палитра RGB, просто джипеги. Ну, вот покажу сейчас, как бы, в крупном формате, как это смотрится прямо на экране, во весь экран. То есть, это также, в принципе, и будет висеть. Ну, единственное, что экраны будут больше, чем у меня экран. Ну, у меня, правда, тоже не маленький, 27 дюймов. Как бы, я работаю на домашний у меня компьютер. Вот. В принципе, я надеюсь, ну, плюс-минус все будет видно. Так, у меня, как бы, некий опыт уже есть по экранам именно. То есть, тут нужно очень важно, как бы, соблюдать вот эти размеры, чтобы все было не сильно мелко. Вот. И, как бы, ну, достаточно у меня, в принципе, плотно весь контент стоит, картинки, названия. То есть, в принципе, все можно увидеть. И сами фотки блюд. И, как бы, названия, цены обязательно. И даже вот эти громовки, да, как бы, их тоже человек должен прочитать. Ну, вроде как, вот, я надеюсь, что это все будет видно. Так, донор с курицей, салатики, первое блюдо. Ну, вы видите, что, в принципе, здесь какого-то нет, что-то, чего-то гениального. Я там много уже в своей жизни меню сделал разных с различными, там, с различной версткой, с там, с применением иллюстрации, фотографий, там, и так далее. Текстовые меню просто. Здесь очень все банально и просто, но я считаю, что задачу свою выполняет. То есть, это будет на экранах человек должен подойти, увидеть блюдо, увидеть фотку, увидеть цену, увидеть название. В принципе, заказать. То есть, каких-то там суперкреативов, я думаю, тут и не нужно было. Вот. И, опять же, нужно было сделать это все в кратчайшие сроки. И, видите, я, как бы, применил какую-то некую модульность. То есть, на разных экранах есть разное количество блюд. И поэтому, например, если здесь 5 блюд, и это будет потом еще встречаться на другом экране 5 блюд, то есть, я могу вот эту, ну, модульную сетку уже взять и, как бы, ну, вот эти вот рамки и поставить уже там фотки. Ну, что, собственно, я так и делал. Вот, где-то сейчас 5 блюд, по-моему. Ну, было вот на выпечке 5 блюд, потом вот много добавилось, короче, пришлось переделать. Ну, то есть, можно эти все рамки их делать шире, их делать немножко выше. Они, ну, если, как бы, заметно, то они немножко разные. Видите, здесь вот пошире немножко эта рамка. Вот. В принципе, ну, так, как бы, визуально вроде симпатично все смотрится, все читается, все сочно, все красиво. Ничего друг другу не мешает, как бы, нет каши никакой. Хотя, как контент достаточно плотно стоит. Скажу про фотографии. В идеале, конечно, я всегда заказчикам рекомендую, чтобы фотографировали свои блюда. Нанимали фуд-фотографы, делали, проводили фотосессию. Во-первых, потому что идет четкое сопоставление, ну, реальных блюд и то, что на фотографии человек видит, да, чтобы не было никаких сюрпризов. Во-вторых, эти блюда все равно потом, как правило, всегда пригождаются в будущем. То есть для размещения в соцсетях, там, какие-то макеты из них делать, там, полиграфию, там, и так далее. Вот. Плюс, ну, опять же, это работа для фуд-фотографа, для коллег, да. Всегда я рад, когда человек там заработает тоже какие-то свои деньги, ну, на своей, как бы, профессиональной деятельности. В данной ситуации ничего такого, конечно, заказчик не стал делать, к сожалению. Вот. Все делалось, все дергалось из интернета, как это обычно бывает. Очень, опять же, повторюсь, уже в третий раз, очень много времени ушло на то, чтобы все эти фотографии найти, ну, в более-менее каком-то приемлемом качестве. Разумеется, ну, так, как мы делаем для экранов, ну, можно там где-то пожертвовать немножко качеством. Ну, например, вот тон балык, да, правое верхнее блюдо, оно так немножко, немножко в мыльце. Но на экране, как бы, издалека оно, в принципе, будет нормально выглядеть. Ну, все остальные блюда, более-менее, они, я надеюсь, будут похожи на то, что будет действительно подаваться. Вот. Поэтому надеюсь, что, как бы, ну, какое-то, какое-то некое соответствие будет более-менее, там, приближено к 100%. Думаю, что через день, там, может быть, или даже завтра, вот, когда они откроются. Ну, думаю, что все-таки не в этот день, когда они откроются, а, наверное, через день, через два, чтобы у них там немножко раскачалась кухня. Во-первых, хочется попробовать действительно эту еду. У нас в Сургуте, ну, как-то особо нет больше таких заведений, где такие блюда, которых я даже вообще слов нет, таких не знал никогда. И даже прочитать-то некоторые я не с трудом удавалось. Вот, то есть хочется действительно попробовать эту кухню. Повара там взяли действительно турка, приехал с Турции, ну, открывать, как бы, это заведение. Там будет месяц все настраивать, настраивать команду, настраивать все блюда прорабатывать, ну, чтобы все четко было. Ну, и потом он, как бы, уезжает. Ну, это обычная практика. В ресторанном бизнесе. Ну, и заодно, конечно, я хочу сам посмотреть, как это выглядит на экранах, пофоткать, там, для своего портфолио, возможно. Ну, и, соответственно, поставить в это видео, показать вам, как это смотрится в реальности, в реальной жизни. Хочу высказать мысль по поводу тайм-менеджмента. Я рекомендую дизайнерам, особенно начинающим, отслеживать в часах, сколько у вас уходит на тот или иной проект. То есть я работаю тупо по секундомеру, на своих наручных часах я ставлю таймер в 55 минут, ну, то есть не час, а 55 минут, чтобы, ну, типа, 5 минут, там, на отдых, допустим, если вы, как бы, работаете, ну, не прерываясь. Вот, и отслеживать, сколько четко занимает у вас каждый проект. То есть я еще раз повторюсь, что на этот проект у меня ушло 8 часов, ну, там, условно, 8,5 часов. Вот, я знаю, сколько я заработал, здесь я не буду сейчас говорить про цены. Я понимаю, сколько стоит мой час, то есть конкретно по этому проекту. То есть, ну, я могу четко понять, вообще, я, как бы, в своей ценовой категории сработал или я себе в минус сработал. Все, и в завершении я сейчас хочу показать вам, как получился этот проект в реальности.